Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новости из Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы с вами вместе с генеральным конструктором всего нашего проекта Анатолием Эдуардовичем Юницким в его новом офисе в Дубае. Здравствуйте, Анатолий Эдуардович! Добрый день! Хочу сразу вас поправить, Михаил. Я, в данном случае, не генеральный конструктор, я бизнесмен, предприниматель сейчас здесь. И в офисе предприниматели находятся, а не генеральный конструктор. Возможно, поэтому мы не видим бумаг на вашем столе? Да, я могу даже пример привести. А у Трампа и Путина много бумаг на столе. И они странами управляют. А у нас, суки, бизнес попроще. Поэтому зачем мне бумаг на столе? Ну да, абсолютно понятно. Вот этого офиса не было, а сейчас он появился. Может быть, расскажете, на какой улице он расположен? Может быть, он имеет какое-то символическое значение? В общем, у меня в жизни много символов. Даже то, что Юницкий Анатолий Эдуардович, сокращенно ЮАЭ на английском, это объемно Арабский Эмират. Вот такое совпадение. Так и здесь. Ну, во-первых, наш офис находится в Дубае, на улице Заеда. Это основатель Эмиратов. Дом номер один. И этаж интересный, 34 этаж. Почему для меня тоже есть некая символика. Скайвэй я, собственно, начинал, тогда я же не знал такого слова, скайвэй, да? В Джизказгане, ну, там три города уходят, Джизказган и Садпаев. Это город-спутник Джизказгана. Я жил и делал свои первые ракеты школьникам в квартире номер 34. И, собственно, да, и оттуда я вырос уже и в генеральной конструктора, и в бизнесмена. И вот по течению обстоятельств этаж 34. Это уже не квартира, а целый этаж. Мы с вами ровно год назад были в инновационном центре Скайвэй в Шарджи. А что изменилось за этот год? Как генеральный конструктор вы нам много рассказывали. Может быть, сейчас расскажете что-нибудь, как бизнесмен? Да, вот мы тогда ходили, я помню, по песку. И я рассказал, что будет построено. Сейчас же там не только песок. Уже мы заканчиваем первую фазу, где первая линия, скоро мы ее ведем в строй. И проедем, в том числе, делегацией, которые будут принимать эту первую линию. Вот скоро полностью введен в строй гостевой дом. Надо думать, что это простой объект. Он, во-первых, очень большой. 30 на 30 метров. Это почти тысяча квадратных метров. Садом внутри, садом на крыше. Спасибо большое. Мы, когда пришли сюда, в офис, мы видели, что у вас проходило совещание с очень международным составом. Вы не расскажете, с ним поделитесь, о чем шла речь? Какие деловые вопросы вы решали? Здесь работают не только белорусы, хотя у нас в Беларуси тоже не только белорусы работают. Компании там больше 10 стран работают у нас. А здесь еще больше, где-то около 20 стран. Инженеры, экономисты, балтира, рабочие. У нас такая интернациональная команда, которую насчитывают уже много десятков человек. Это тоже пришлось создавать с нуля. У нас здесь сейчас две компании. Но это не технологические. А сейчас мы под бизнес тоже уже создаем ряд компаний, в том числе свою, институтную компанию. Когда у нас будет свой подрядчик, когда уже здесь будут обученные кадры, и когда скоро уже пойдут проекты, ну там мы будем строить достаточно быстро. Насколько я знаю, на днях у нас в инновационном центре Skyway в Шарджи побывала группа студентов Американского университета. Несколько десятков человек. Как я понимаю, именно это есть кадровый ресурс Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах? Да, да, безусловно. И много кадров выпускает этот университет, американский университет в Шарджи, в том числе и для Эмиратов. Шарджа – это один из Эмиратов, да, а центральное правительство находится в Абудабе. Так вот, шесть министров, центральных министров, да, они выпускники вот этого университета. Это курица кадров. Мы строим там тестовые участки, мы будем показывать, как работает система, мы будем ее сертифицировать, мы будем ее демонстрировать, мы будем ее совершенствовать в логике 100 лет или 200 лет, пока этот бизнес существует, да, и там же будем обучать кадры, и будет или факультет, или институт отдельный Skyway, то, что у нас много специфических работ и инженерных, и конструкторских, и строительных, и в сфере эксплуатации. То, что мы все-таки не железная дорога, и не автомобильный транспорт, и не авиация, и не трамвай. У нас есть специфики. Насколько я понял, по крайней мере, одна из тех линий, которые пока тестовые, мы строим в инновационном центре, впоследствии могут использоваться для перевозки студентов на территории студенческого городка. Так ли это? Для того, чтобы возить студентов, мы тоже рассматриваем вариант построить отдельную дорогу. И фактически этот инновационный центр может стать просто как корпус университета. Одно занятие может быть на той территории, сел на наш юнибус, юнюкар, и через пару минут и попал на другую площадку, где другой корпус университета. И можно уже прослушать курс лекций, провести занятия по Skyway и увидеть, как он работает. Не в кино, не на картинках, а на его. И это более эффективное обучение. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, вливайтесь в него, в самый безопасный транспортный проект в мире. Строй Skyway! Спасай планету! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok